МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проект Росмолодежи – диалог на равных. Его цель – наглядно показать молодежи на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе. Проект Росмолодежи рассчитан до 2018 года и охватит более 400 тысяч молодых людей во всех регионах России. Диалог на равных предполагает живое общение с успешными людьми из различных сфер деятельности. На первой такой встрече в Наринмаре студенты профессиональных учебных заведений встретились с главой региона Александром Цибульским, директором издательского дома Неницкого округа Олегом Вукуевым и заместителем командира летного отряда Наринмарского авиапредприятия Александром Королем. Право открыть проект «Диалог на равных» предоставили временно исполняющему обязанности губернатора Александру Цибульскому. Обращаясь к молодежи, глава региона назвал ее драйвером Неницкого округа, людьми, которым предстоит развивать округ, при этом постоянно развиваясь самим. Для этого, по мнению Александра Цибульского, у ребят есть все необходимое. Уникальный регион дает массу возможностей к самореализации и проявлению собственной инициативы. Округ уникальный. Я здесь два месяца уже нахожусь, но могу сказать, что в чем преимущество точно вашего по сравнению с другими регионами, густонаселенными в нашей стране. Это в первую очередь в том, что нас мало. И знаете, есть теория шести рукопожатия, она говорит, что через шесть рукопожатий мы все всегда друг друга знаем. Вот в Ненинском автономном округе, мне кажется, вполне работает теория, ну максимум двух рукопожатий. Хотя бы через одного человека вы все друг с другом знакомы. И это уникальная возможность вас, как молодых людей, как жителей округа, влиять на любые решения, которые здесь принимаются. Если у вас есть инициатива, то у вас возможность донести его до людей, которые принимают решения, намного проще и намного короче, чем у других жителей. И этим надо активно пользоваться. Продолжая тему самореализации, директор издательского дома НАУ Олег Вокуев, в прошлом не менее успешный экономист, поспешил развеять несколько мифов, бытующих в нашем обществе. На своем примере он доказал, что без влиятельных родителей, связей и денег, пробуя себя в различных профессиях, можно добиться успеха. Для этого нужно лишь иметь цель и идти к ней, не боясь совершать ошибки. Еще находясь в молодом возрасте, у вас есть право, есть возможность совершать ошибки. Вот эти ошибки – это ваши самые ценные учителя. То есть каждый раз, когда вы ошибаетесь, приобретаете новую компетенцию и приобретаете новые навыки. И вот только ради этого в молодом возрасте и стоит пробовать. Любимая профессия может приносить не только хороший доход, но и огромное удовольствие. Яркий тому пример – заместитель командира летного отряда Наринмарского авиапредприятия Александр Король. Мечта детства стала делом всей жизни. И если сегодня у ребят нет такой мечты, не стоит отчаиваться. Нужно просто искать ее и идти к ней. Каждое утро, просыпаясь и идя на работу, я чувствую себя счастливым человеком, потому что я с удовольствием иду на работу. Это и есть счастье, наверное, к этому и нужно было стремиться. И начиная там со второго пилота, сегодня я заместитель командира летного отряда. Я не могу сказать, я даже не то, что не могу сказать, я вам однозначно говорю, это не точка. Человек продолжает развиваться. В ходе диалога ребята задали свои вопросы спикерам проекта. В частности, узнали, как Александр Цибульский чувствует себя в должности губернатора и как будет решаться проблема, связанная с низкой скоростью интернета в округе. Решение последнего вопроса глава региона пообещал найти совместно с министром связи России Николаем Никифоровым и Ростелекомом. Цель проекта «Диалог на равных» – наглядно показать молодежи на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе. Ирина Цепитова, Дмитрий Лукевич, Леонид Жишелов, Телеканал «Север». Глава Ниницкого округа Александр Цибульский инициировал включение отдаленного арктического поселка Амдерма в список населенных пунктов, для которых предусмотрен дополнительный вид господдержки субъектов торговли, обеспечивающих поселение продуктами. Таким образом, теперь субсидию смогут получить все предприниматели, которые готовы обеспечить товарами эту отдаленную территорию. Соответствующая поправка в Рею губернатора в бюджет округа на 2018 год рассмотрена окружными законодателями на бюджетной комиссии. Географическая удаленность и сложность доставки продовольствия в данное поселение, а именно отсутствие транспортной инфраструктуры, причалов для разгрузки судов при доставке по воде, высокая стоимость доставки авиатранспортом является причиной сбоев в обеспечении продовольствием населения. Новый вид господдержки позволит привлечь в эти муниципалитеты, субъекты малого и среднего предпринимательства, а также обеспечить бесперебойное снабжение продовольственными товарами жителей поселков под доступным ценам. Размер субсидий рассчитывается, исходя из стоимости транспортировки продуктов, и составляет 80% от затрат на доставку наземным транспортом, 95% от затрат на доставку всеми остальными видами транспорта, за исключением наземного, и 99% от затрат на доставку продукции местных товаропроизводителей. Субсидия предоставляется при доставке 18 видов продуктов, в их числе мясо, масло, сахар, чай, макаронные изделия, мука, крупы, свежие овощи и фрукты, молоко, кефир, сметана, сыр, колбасы и сосиски, произведенные на территории Нинецкого округа, соки и кондитерские изделия. В бюджете на 2018 год на данный вид господдержки предусмотрено 12 миллионов рублей. Педагогам, подготовившим победителей или призеров межрегиональных всероссийских олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, возобновят выплаты единовременных денежных поощрений. Такое решение было принято сегодня на заседании администрации округа. По словам руководителя Департамента образования, культуры и спорта Нинецкого округа Ильи Иванкина, до 2015 года размер единовременного денежного поощрения составлял 15 тысяч рублей. В то же время подавляющее большинство учащихся стали победителями и призерами конкурсов, проводимых в заочной форме. С 2015 года данная мера была приостановлена. В настоящее время в округе действуют следующие поощрения для педагогических работников. Это три окружных премии. Воспитатель дошкольной образовательной организации, педагог дополнительного образования, педагог профессионального образования, каждая в размере 100 тысяч рублей. И федеральная премия «Учитель года» в размере 200 тысяч рублей. Таким образом, педагогические работники округа, достигшие результатов педагогической деятельности, поддерживаются и поощряются. Предлагаю продлить приостановку на один год. Временно исполняющий обязанности губернатора Нинецкого округа Александр Цибульский предложил сохранить единовременные выплаты для тех педагогов, чьи воспитанники стали победителями или призерами в очных конкурсах. Такая финансовая поддержка может быть хорошим стимулом для педагогов. Мы сохраним эти 15 тысяч для тех учителей, которые готовят учеников, которые побеждают во всероссийских очных олимпиадах. Их будет немного, а если будет много, то, слава богу, на это не жалко тратить денег. В следующем году на развитие транспортной системы Нинецкого округа направят почти 743 миллиона рублей. На содержание автомобильных дорог общего пользования, регионального и межмуниципального значения запланировано свыше 287,5 миллионов. На ремонт дорог предусмотрено 70,5 миллионов рублей. Планируется отремонтировать автодорогу по улице Воучейского, от улицы Ленина до улицы Октябрьской и на участке поселка Харьягинской, автомобильной дороги Нарин-Марусинск. На разработку документации на капитальный ремонт моста через реку Колова, который был построен в конце 70-х годов и сейчас находится в аварийном состоянии, планируется направить 13 миллионов рублей. По информации руководителя профильного окружного департамента Алексея Еремеева, после подготовки проектной документации у округа появится возможность привлечения федеральных средств для капитального ремонта сооружения. По предварительным оценкам, стоимость ремонта моста составит порядка 700 миллионов рублей. Парламентарии также предлагают рассмотреть возможность привлечения инвестиций со стороны нефтяных компаний. На субсидии для частичной компенсации недополученных доходов по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном и межрегиональном сообщении предусмотрено свыше 169,5 миллионов рублей, что составляет 50% от необходимой суммы. Остаток необходимых для компенсации средств планируют направить в 2018 году. Также в неполном объеме 50% от потребностей заложено на субсидии по пассажирским перевозкам, водным и автомобильным транспортам. Долгострой под контроль. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта решили выяснить, почему в округе так много незавершенных объектов строительства и озвучили свои предложения по решению данной проблемы. В обсуждении вопросов приняли участие руководство администрации Заполярного района, окружного профильного департамента и управление городского хозяйства. За каждым долгостроем мы прекрасно понимаем, что стоят конкретно социальные объекты, жизни людей, учебные заведения. То есть это направление, которое реально может улучшить социально-экономическую ситуацию в нашем округе. В настоящее время в списке долгостроев округа порядка 25 объектов. Часть из них планируется завершить до конца года или уже в следующем году. Но есть стройки, которые вызывают определенные опасения. Остаются у нас проблемными объекты. Это здание молодежного центра. Все прекрасно знают это здание, но реализация дальнейшего в первую очередь зависит от дальнейшей судьбы этого здания. Что там будет находиться с департаментом образованием. Неоднократно проводились встречи, к ним были обращения, они высказывали соединения по функциональному значению этого здания. Например, в первоначальном проекте присматривался кинозал на 300 мест. Под большим вопросом судьба еще одного объекта. Дом и усадьба жителя Пустозерской волости конца 19-го, начала 20-го веков. Это мероприятие должно было реализовываться в комплексе с Пустозерским острогом. В 2015 году было принято решение о переносе Пустозерского острога. И что повлекло за собой изменения в этот проект. Работа на данный момент приостановлена, объект законсервирован. Дальнейшая судьба, это тоже нужно с образованием решать. Зависли в воздухе ферма в селе Ома и рыбоприемный пункт в Неси. Сегодня администрация Заполярного района обследует эти объекты, чтобы понимать, что делать с ними дальше. По рыбоприемному пункту в Неси ситуация с перспективой хуже, потому что его начали строить, фирма, которая строила, не достроила, расторглись по суду, мы-то свою часть сделали, но конструкция стоит, она никому не нужна, вплоть до того, что даже депутаты передумали вроде бы как в надобности рыбоприемного пункта в Неси. Приостановлено строительство школы в поселке Индига и школы-сады в Харуте. Следующий сложный объект это школа-сады в Бугрино, о котором уже было сказано. Тоже поставлен каркас, часть перекрытий собрана. Есть сомнения в том, что это сделано качественно. Поэтому сейчас проторговываем обследование, чтобы специализированная организация экспертная сделала заключение. Если каркас работоспособен, то значит дальше будет приниматься решение, все-таки строить там школу или нет, потому что тоже есть разные мнения на этот счет. Как отметил глава регионального исполкома ОНФ в Неницком округе Матвей Чупров, ситуацию с долгостроями фронтовики берут на особый контроль. Постараемся держать, мониторить ситуацию постоянно, в том числе и с привлечением наших активистов непосредственно в зеленых фондах, в деревнях, потому что, как показала практика, эта система работает очень хорошо. Бывает так, что информация, которая подается, и та, которая существует, на самом деле, она немножко разнится. И людей на самом деле нужно слушаться, потому что показал объект в красном, если бы более активно вовлекали население в контроль за входом строительства, то многие проблемы, которые впоследствии возникли, и их можно было избежать. Также активисты регионального отделения ОНФ решили составить реестр всех строящихся объектов на территории округа. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Операция по обезвреживанию подозрительного предмета заняла около часа. Накануне вечером в Налимаре эвакуировали жильцов многоквартирного дома. Подозрительный чемодан, который был обнаружен в жилом доме в центре города, накануне вечером поднял по тревоге спецслужбы окружной столицы. На место происшествия выехали три наряда скорой помощи, подразделение Росгвардии, три наряда ППС и машина пожарной части номер один. Жильцы дома были эвакуированы. Операция по обезвреживанию подозрительного предмета заняла около часа. Звонок от жителя дома номер 23А по улице Ленина поступил в единую диспетчерскую спасательную службу около 21 часа. Звонивший сообщил об обнаружении во втором подъезде дома подозрительного предмета, который находился под лестницей на первом этаже второго подъезда дома. Поступил вызов пожарную охрану о том, что по адресу Ленина 23А лежит неопределённый объект в виде чемодана, чей чемодан был неопределён. На место происшествия выехали три наряда скорой помощи, подразделение Росгвардии, три наряда ППС и машина пожарной части номер один. Сотрудники экстренных служб эвакуировали жильцов первого, второго и третьего подъездов, в том числе женщину-инвалида-колясочника, которую поместили в машину скорой помощи. Три человека спустили бабушку. А сколько лет бабушку? 80 лет. Сказали, что эвакуация, выходите и всё, одевайтесь, выходите. Что взяли с собой? Да ничего, сумку взяла, да и всё. А документы, паспорт, хоть у себя? Здесь у меня, всегда при себе. Сотрудники спецслужб при обезвреживании предмета действовали по специальной методике. На кадрах видно, что из подъезда чемодан вытаскивают за верёвку. После проливка водой и, собственно, проверка подозрительного предмета. В 21.55 экстренные службы получили отбой. В чемодане находились женские вещи. Илья Сахаров, Мария Владимирова, Надежда Хабарова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Создать трёхколёсный велосипед, самодельный трактор или восстановить ретроавтомобиль. В этой мастерской исполнить свою мечту может каждый технически подкованный человек. Клуб технического творчества «Моторика» продолжает удивлять горожан своими работами. Сначала это были металлические скульптуры для украшения города, а линия упряжка в парке по улице Рыбников и снегоход на Арбате – теперь необычные виды самодельных машин. Купить деталь для автомобиля за 8 тысяч рублей или изготовить самому – второе для Николая ближе. И не потому, что это дешевле, интереснее. Эти металлические махины совсем не хай-тековского вида заставляют мыслить не хуже их японских аналогов. Здесь же какой плюс, самый основной? Компьютер – это вот сам человек, органы управления руки и, как говорят, станок живой. Особенно вот такие старые станки. Николай признаёт значимость и технического прогресса, и 3D-принтеров. Но ручное ремесло практичнее. Хотя бы потому, что с нуля можно собрать вот такой трактор. Эта машина создана из старых запчастей и самодельных деталей. Автором проекта выступил Артём. Создавать оригинальные технические модели – старая мечта юного инженера. Азы в механике и автослесарном искусстве он получил ещё в детские годы. У меня были машинки на радиоуправлении. Я оттуда доставал моторчики, делал вентиляторы всякие, механизмы, редуктора. А потом у дедушки есть мотоцикл. И он меня брал в гараж. Мы с ним ходили, вместе делали. Я там ему помогала крутить. Он меня всему обучал. А вообще я это всех по чуть-чуть брал. Это уже второй проект шестиклассника. Летом он катался по городу на трёхколёсном велосипеде, созданном здесь же, в клубе моторика. Он объединяет всех неравнодушных к техническому творчеству. Каждый, кто имеет собственную мечту и желание создавать необычные вещи, приходит сюда. Автослесари, сварщики, авиатехники перенимают друг у друга профессиональные навыки. Кто-то снабжает мастерскую станками и деталями. За два года клуб вырос и переехал в новые помещения. Просторные гаражные боксы предоставил Центр поддержки молодёжных инициатив. В тёплых и светлых помещениях реставрировать автомобиль гораздо комфортнее. Тем более, когда предстоит собрать машину с голого кузова. Иван мечтает ездить на ретро-гольфе уже летом следующего года. Старые машины лучше, интереснее мне с ними повозиться. То есть, раньше машины создавались инженерами, а сейчас маркетологами. То есть, старые машины больше притягивают меня. В других городах также есть мастерские, развивается это всё. То есть, надо продвигать это всё в нашем городе. Ещё ребята планируют создать видеоблог, где смогут делиться своим опытом. Сегодня работают на сварочном аппарате, токарном и фрезерном станках немногие. Именно поэтому боксы-моторики не пустуют. Здесь всегда найдётся место техническому творчеству. На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды.